смотрели электроны позитроны в электромагнитном поле убедились что для одночастичной задачи электромагнитное поле просто является возмущающим потенциалом поэтому для функции гривна составили теорию возмущения во внешнем потенциальном внешнем электромагнитном поле мы получили с вами диаграмму техники потом рассмотрели двухчастичную задачу позитроны позитроны позитрон друг с другом взаимодействуют посредством электромагнитного поля за счет рассеяния одного возникает электромагнитное поле вот которая воздействует приводит к рассеянию другого считали соответствует соответствующий матричный элемент но из матричного элемента восстановили уже для двухчастичных функций грима дописали правила диаграммы техники потом пропустили с вами целых три гулы из которых улица унитарно теория возмущения в другой по-нормальному вводится на счет праздника понял потом просто рассматривается теория возмущения вот как он Михаил Владимирович вводил как средняя по основному когда функции грима вводятся как средняя ты упорядоченная средняя от двух полевых операторов усредненная по основному состоянии они вот как на бумажке написано ну и еще раз воспроизводится диаграммная техника где в дальнейшем мы с вами будем сплошную линию обозносить как и функция грима ну или пропагатор феймановский который свободная есть вот такая вот штука дерковский пропагатор просто значит ну а волнистая линия это с точностью до минусы это просто фаномный пропагатор который свободно вот такой вот вид где же появилась просто для того чтобы одинаково к вариантности были в матрице гироками вершинах вершине у нас будет стоять минусы и гамму вот диаграмма у нас будет матрица гирка во всех вершинах а вершина это где сходятся две фирменные линии и одна фотонная вот то есть две сплошные и одна волнистая вот но что вообще правило диаграммной техники таковы сразу же легкое отступление на самом деле из диаграммной техники легко видеть что без разницы что стоит у вас в вершине ИЕ гамма с минусом или плюс ИЕ гамма вот когда у вас есть ну когда у вас трудно разбираться что к чему допустим у вас вот какая вот такая вот ситуация вот тогда естественно ИЕ минус ИЕ гамма вот или плюс здесь плюс без разницы да дважды может вот значит есть ли у вас ситуация такая что у вас есть внешний поле это да казалось бы ну допустим минус ИЕ гамма вот а вот это вот все просто а а а мил откуда казалось бы нехорошо вот потому что у вас она один раз входит но надо понимать что у нас мы рассматриваем матричный элемент матричный элемент является не физическим величином это квантово-нохронический это просто квантово-нохронический матричный элемент и все а физическое величино является величина взятая только молоду в квадрате да вот так вот опять таки Совершенно без разницы, в матричном элементе у вас окажется перед ним общий элемент Плюсы или минусы Потому что, когда вы будете играть по модулю или в квадрате, то все это дело изничтожено Поэтому, правило единственное Вы должны одинаково писать это для всех диаграмм Чтобы они у вас справились с данным складывать А какой знак вы выберете, это важно Это так, отступление Потому что там местами есть ситуация, когда картинки из одного источника, формулы из другого источника И есть, когда и картины, и формулы из одного источника Поэтому где-то стоит плюс и гамма в вершине Где-то стоит минус и гамма в вершине Это отступление, чтобы вы не пугали, что что-то здесь со знаком не так На самом деле, ну, не так Есть большой произнос И на самом деле, во всех источниках несколько по-разному берут соответствующие знаки Здесь сделать ничего нельзя Если, ну, вот это более-менее устоявшиеся В диаграммной технике для квантовой эфиридерации Вот в диаграммной технике физико-конденсированное состояние не так Он сразу же без И Использует это дознательное для сплошных людей А здесь часть всего И Вот и здесь минусы Ну, исторически сложилось более-менее Вот, а вот в вершинах каждый что хочет ставит И И И там, и там при этом правильно Вот и давайте перейдем к главе 8 Сразу же скажу, что вот Голова 8, мы в ней рассмотрим Чего-нибудь расследил, чтобы провода-то Как бы, да На самом деле, там надо было Эту все равно придется делать самим А самим и будет? Нет, так это без проблем Надо было сказать, они их засунули То же самое, говорят, щитки они там, сволочи платно ставят Да, у Волкова Вернее, Волков отказался от платной Нет, это я при студентах не буду говорить, как это называется Но Ситуация такая, что я как раз согласен Ну, там пару тысячи сунуть, чтобы они поставили Если это, конечно, не 10 тысяч Ну, понял Нет, ну я еще раз поговорю Нет, ну это срочно надо Ввиду того, что Ввиду, значит, финансовых обстоятельств Ну и Прежде чем Обратно занесли и все Все Наконец-то здесь все заканчивается С ремонтом Так И так Значит Вот Будем Рассматривать ряд эффектов От квантовой электродинамики В данной голове На самом деле Несмотря на то, что Ну, тут будут Кое-какие выкладки Ну, выкладки будут Достаточно такие Качественные И их не будет Приводить до конца Потому что на самом деле Выкладки достаточно громоздкие Вот А нам в данной голове Важно понять другое Вот, как мы сейчас увидим Все радиационные поправки Все поправки В квантовой электродинамики Степени Выше Первой То есть Когда у вас Оказывается Больше Больше одной вершинки Более понятные Дальше Мои слова Они все Из них формально считать С резком расходятся И расходятся они просто Из-за того, что В квантовой теории Поля у нас Все взаимодействие Точечное То есть На самом деле Поля взаимодействуют Локальным образом Под одной точкой На самом деле Это приводит К тому Что Чем на Более маленькие Расстояния Вы Залезаете С помощью Данных форм Тем Чем больше И больше У вас становится Константа связи Ну или грубо говоря На языке Квантовой электродинамики Тем больше и больше Станутся Электрический заряд Ну вот С вами уже Обсуждали Вовведение В первой главе Что Вообще говоря Ну заряд Будет экранироваться Флуктационно Рождающимся Витропозитронными парами И поэтому Чем глубже Вы будете Лезть Тем У вас Экранировка Будет становиться Меньше И заряд Будет становиться Все больше и больше Так вот Всякие Расходимости Просто Говорят И о том Что Вообще Говорят Заряд Внутри Будем Пока Будем говорить Бесконечно Большой Последние исследования Бесконечно Большой Но Из тех форм Которые Будет Видно Которые Мы получим Уже Сегодня Будет Видно Что Там Есть Некоторые Ложные Полюс И Начиная С некоторых На некоторых То есть Заряд Разойдется На некотором Минимальном Расстоянии На самом деле Полюс Этот Ложный И При Более Аккуратном Рассмотрении Можно избавиться С вами Не дойдем Пока Займемся Просто Рассмотрением Вполне Конкретных Эффектов От Квантовой Электродинамики Таких Как Лембовский Сбик Экономальный Магнитный Момент И Сразу Можно Сказать Что После того Как Мы Учились Проводить Перенормировки Оказалось Что Рассчитаны Соответствующие Соответствующие Явления Они Подтверждаются Эксперименты С Гигантской Точностью В частности Аномальный Магнитный Момент Расчеты Совпадают С Экспериментом Экспериментом Порядке Теории Вослучения Процесс Изображается Графика Графика Вот Так Вот Это И Не то что я Здесь Написал У нас Происходит Однократное Расчение Этрона Позитрона На Статическом Атомном Ядре Где Ядро Мы Будем Полагать Что Оно Отдачи Не испытывает Фактически Считать Что Масса Ядра Бесконечная Отдачи У него Нет И поэтому Будем Рассматривать Поле Ядра Как Статическое Задачи Мы Соответствующие Уже Рассмотрели На самом деле Здесь В других Обозначениях Рассмотрим А дальше Будем Рассматривать Следующие Порядки Теории Возмущения Нам Для Сосчитать Матричный Элемент Надо Сосчитать Матричный Элемент От Потенциального Возмущения За счет Электромагнитного Поля То есть Это Е На Ток Который Мы брали Как плотность Частиц На Мю И Матричный Элемент По Начальному И Конечному Состоянию Начальное и конечное Состояние У нас Есть Ничто И Дальше Под И Будем Понимать Состояние Со Спинором Биспинором У И Импульсом П И Т Оконечное Состояние С Значит Тогда У нас Начальное Состояние Есть У На Е В степени Минус И П И Т Х Где У Спинор Единичный А Конечное Состояние И Кстати Вот Оконечное Состояние Это Дироковский Сопряженный Экспонент Оказывается Плюс И П И Х Ну Интеграл В Всему Пространству Больше Ничего Вот Итак Как бы Е В данном Случае Итак Как бы Е Гамма Мю Биспиноры 2 Вот Это Экспонента Где В качестве Введено П Э В общем Достаточно Понятно Вот Соответственно Если Вы Перейдете И Для Электромагнитного Поля Импульсное Пространство То Тогда Мгновенно Мгновенно Вы Получите Вот Тот Ответ Который Записан Фома Эта Ну У вас Как бы Дельта Функция От Ку Возникнет Дельта Функция От Ку Которая Сюда Уходила И П И Минус П Закон Сохранения Импульса И Это При этом Снимется Интеграл То есть Интеграл Даст Больше Ничего И Здесь Возникнет Ку Это Это Будет Строго На Самом Деле Вот Если Вы На Это Дело Посмотрите То Это Именно То Что Можно Было Сразу Записать Как правильные Диаграммы Вот Значит Тогда Воздействует Электромагнитного Поля Только Омётку Вот Значит А Все Внешние Концы Это Просто Голые Беспинные И Т У Эфто Дерковские сопряжения Смотрим Вот Входящим Свободному концу Отличающим Внешнему полюсу Отличающим Поставляется Внешнему Концам Каждый Входящий Сплошной Линии Реальных Частиц Составляют Сопоставляются Просто Без Пинор У Но Выходящие У Дерковские Сопряженные Диаграммы Частицы Обороты По Во всех Вершинах Минус И Могли Сразу Записать Совершенно Очевидно Вот Все Давайте Дальше Так Сказать Попробуем Фурье Образ Найти От Угля Электромагнитного Поля От Внешнего Источника Давайте Итак В случае Статического Заряда Величина Самого Электромагнитного Поля С очевидностью Не зависит От времени Поэтому Когда Фурье Образ Берете Сразу Зависим Экспоненты И это Выдаст Дельта Функции Итак Поскольку Мы Рассматриваем Ядро Поле От Ядра Статическим То У нас Выдет Что Рассеяние У нас В процессе Рассеяния Будет сохраняться Что И находит Отражение Вот В этом Случае Волновое Уравнение Которое Напомню У нас Выглядело Вот так Даламбериан У нас Даламбериан От Амю У нас Равнялся Четыре Пи Й Мё Такое Было У нас Уравнение Даламбериан Производная По времени Вторая Производная По времени Минус Минус Как Было Плосиан Значит Если у нас Вторая Производная По времени Равняется Нулю Ее Не остается Остается Только Лаплосиан Вот И появляется Знак Минус Потому что Перед Лаплосиан Был Знак Да Итак Статическое Уравнение Максимум Вот То Что Что Здесь Записано Если Мы Перейдем В Импульс Импульсное Пространство То Туда Лаплосиана Возникнет Ку В квадрате Трехмерное 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 tas Н nutrit Тока От Заряда Вот Такого Трехмерного Нет Может Ток Значит Подставляем В Матричный От Во Чтобы Все уж совсем диаграммной техники которая в этом источнике была давайте немножечко поработаем с данным матричным элементом ну во первых вот смотрите 2 пина дельта функция от f минус еита эта штука она снимает все суммы по квантовым состояниям возможным квантовым состоянием энергетическим фотон вот эта штука просто говорит что по волновой вот по волнистой линии у вас не будет передаваться на дельта от омега для волнистой линии чем именно будет сниматься сумма по квантовым состояниям вот которые ну или в интеграле по энергии там будет стоять единица на 2 пи да омега поделить на 2 пи вот так вот это дельта функция просто с ним в этом смысле мы можем считать что у нас ну вот изначально омега равняется нулю и просто убрать эту дельта функцию чтобы не тащить везде дальше вот поэтому от нее от нее просто избавляемся еще опять-таки исторически сложилось минусы к вот вместо вот этого матричного элемента записываем записываем минусы м по той простой причине что вот изначально в большей части статей по разным причинам вот рассматривалась минусы или плюс и м без разницы ну и тогда окончательно вот это вот минусы м который мы везде вот в таком виде тащить вот она будет иметь вот такой вот значит давайте еще немножечко поработаем вот у нас здесь трехмерный вектор передаваемого игр состоит он не стоит линии давайте перейдем к четырехмерному вектору немножечко усложним вот чтоб убедиться что у вас здесь возникнет вот от линии внешнего электромагнитного поля у нас возникнет фотонный пропагатор то есть игрок еще можно вот так записать вот здесь будет фотонный пропагатор а результат от заряда будет ну просто и минус и на то то есть можно просто аметку просматривать диаграмму техники а можно еще это аметку дальше расписать когда это будет фотонный пропагатор а вот здесь вот значит что сделаем перейдем к четырехмерному вектору передаваемого импульса ну потому что 4 вектор импульса вот квадрат его это есть квадрат квадрат его это есть квадрат передаваемой чистоту то есть нулевая компонента минус квадрат трехмерного импульса передаваемого ну это да это как бы у нас же псевдерклидово пространство поэтому поэтому всегда квадрат это есть нулевая компонента в квадрате минус квадрат пространственный компонент вот значит вектор q у нас в данном случае чисто пространственно подобный поэтому знак не тут ничего не поделаешь вот четырехмерное обозначение ну и тогда мы можем вот этот матричный элемент переписать вот в таком вот виде мы ничего другого не сделали добавили сюда просто во-первых знак у меня во-вторых вот смотрите у нас как бы гамма не нижний индекс был йок не верхний индекс ну давайте договоримся везде писать верхние индексы но тогда необходимо еще и ввести вот итак в целом вот мы вот следующим образом записали и сюда и сюда и сюда и то есть еще раз говорю в каких источниках вот это все просто внешний поле пишут просто фуёл мысль на поле а в каких источниках разбивают его ток от источника плюс или минусы в зависимости от того плюс или минусы в вершинке и волнистая линия которая есть просто фотонный пропаган вот это лучше для того чтобы привести стандартные диаграммы техники которая была в данном источнике сделана вот значит и для статического ядра с зарядом z на е где z это число заряд ядра вот так мы с вами получаем ток который есть просто плотный заряд и это z на дельта подставляем вот соответственно фурие образа дельта вот мгновенно мы с вами получаем окончательный результат для муточного записи мы его уже с вами получаем для вечи у меня такой был если вот эти вот и убрать вот что можем сказать что квадрат матричного элемента для вероятности рассеяния для квадрат матричного элемента будет пропорциональна у нас передаваемую импульсу четвертой степени значит дифференциальное сечение рассеяния которые пропорциональны квадрату матричной линейки будет опять-таки пропорциональна передаваемую импульсу на минус четвертой степени для меня вот ну а соответственно передаваемый импульс вот это есть pi-pi в квадрате значит как бы вот если у вас угла рассеяния θ то и ясно что в знаменателе у вас будет стоять четвертой степень синуса 5 по полу вот на самом деле мы там полным видео выписывали дифференциальное сечение рассеяния во главе 4 Для нас сейчас это даже не очень важно, потому что ясно, что вообще говоря, это первый порядок теории возмущения. Ну, в принципе, мы можем еще кучу диаграмм нарисовать. Конечно, с каждым порядком теории возмущения не будут становиться формально все меньше и меньше, потому что будет возникать дополнительная степень на самом деле E в квадрат. Ну вот давайте вот следующий порядок теории возмущения. Вот такая диаграмма. Вот смотрим, у нас появилась дополнительная две вершинки. Значит, у нас появился дополнительный множитель E в квадрате. E в квадрате постоянной тонкой структуры, то есть появится, грубо говоря, дополнительная такой числовой множитель 1 в 137. Формально теория возмущения должна быть очень быстро. То есть мы увидим, что на самом деле, к сожалению, происходит только чисто формально. Потому что сейчас мы, наверное, увидим, что вот эта диаграмма просто разойдется. Почему? Что это значит? Натуральным образом разойдется за счет, как бы, интегрирования по импульсу, по импульсу возникающим от этой петли. За счет интегрирования по импульсу P. А по P необходимо интегрировать, ну, грубо говоря, от минус бесконечности до плюс бесконечности и по трехмерному импульсу P и по Nr. Ну, сейчас мы увидим. Давайте чисто формально запишем, распишем вот эту диаграмму, чему она равна. Вот так. Небольшое отступление. Ясно, чему соответствует диаграмма. Вот видите, здесь была просто волнистая линия. А здесь волнистая линия отделась, как такой вот вставочкой поляризационной. И вставочка это, ну так вот, физически она означает, что вот, вот, за счет этого фотона у вас родилась из вакуума электрон-позитронная пара. Ну, потом она амиделировала и потом полетели дальше. На самом деле, ну вот, если бы вам в параллель со мной, как было раньше, рассказывал бы Судовский, диаграмм или технику, вот по той книжечке по диаграмматике, вот приложение, то там было видно, что набор вот таких диаграмм, таких пузырей в физико-конденсированном состоянии, как раз описывает процессы тренировки. Ну и здесь тоже самое. Это вот самый первый вклад, как бы, для описания процесса тренировки. Больше ничего. Ну, сейчас мы увидим, что получится бесконечный результат. Итак, давайте считать эту петлю. Вот, которая у нас возникнет. Давайте смотреть, что у нас возникнет в диаграмме техники. Вершинка. Вот она, какая была, какая настала. Минус единичка, как бы, у нас петля появилась. Замкнутая фермионная линия, как бы, ей приписывается дополнительно множество минус единичка. Минус единичка, пишем. Смотрим, вот эта вот скобочка и вот эта вот скобочка. Это два фотонных пропаганды. Правда ли? Вот. А это что запутать? 4π-12 сейчас куда-то? Или это просто... Это... Поднимать, опускать. Вот оно было 4π, вот оно 4π возникло. И на самом деле у нас из этого 4π на куску дарки сформировался фотонный пропаганд. Ну вот мы его более-менее искусственно сформировали. Вот нет, так бы, у нас вот автоматически это возникло от фурье образа кулумовского потенциала. То есть, можете так, можете эдак на это дело смотреть. Вот. Можете брать ток и фотонный пропагатор, а можете брать фурье образ от кулумовского потенциала. Без разницы это. Все равно результат тот же самый получит. Все. Вот. Поэтому я вам специально двояким способом изобразил. Это правильно мы сделали. Да? Через короткое время повторяем. Потому что разное обозначение. Можно так, можно и так. А результат тот же самый был. Вот. Давайте смотреть вот это вот все. Вот здесь вот все, что возникло от замкнутой петли. Да? От шпур. Вбой замкнутой линии. Сплошной. Идет. Но внутри шпура что стоит? Две вершины. Вот. Гамма-ми, гамма-ню. Да? Вот. И пропагаторы электронные. Вироковские пропагаторы. Вот они. Где проведем, ну, как бы, чтобы в знаменательстве, не было. Матриц Дирека. Вот. У нас единицы на p. На p. Которые вот у нас здесь в минусе. Вот. А в знаменателе уже будет p в квадрате минус n квадрата. Уже без матрица. Ну, или единичный матриц, если хотите. В знаменателе, от которой обратно, без проблем, снова будет единичный. Матрица уже в числителе. Вот. Ну, что будет здесь и записано. Больше ничего. Так. Все. Вот от такой штуки надо брать шпур. А главное, надо брать, как бы, интеграл d4p на 2p в четвертый. Вот по импульсу возникшему вот в этой поляризационной петле. Все. Сейчас мы увидим, что интегрирование. По его петле всегда вообще интегрирование? Да, конечно. Вот. Как бы. Ну, на самом деле, опять-таки. По любому импульсу, не связанному, никак не закрепленному законами сохранения импульса, у вас должно проходить интегрирование. Вот. Так. Так. Где-то. 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 А это есть. Ну, это вам дело привычное. По импульсам внутренних линий оставшихся не фиксированных, если что-то закон о сохранении во всех эффектах производится интегрирование. На самом деле, точно так же, как в диаграмме. Физики и финансированного состояния. Вот. Вот. Скажу. Все. Почему петля пустая? Почему там не может быть? Может быть. Но это будет следующий порядок. в теории возмущения. Будет еще дополнительная E в квадрате, которая 1 в 137. Вот. Чисто формально очень быстро должно уменьшаться. Вот. То есть, как бы, именно этим и хороша квантовая электродинамика, что константа связи-то маленькая. Формально она маленькая, но зато вот расходимости возникает. мы в конце концов научимся от них разбираться. Давайте посмотрим. Немножечко причешем данное выражение. Вот. Вот. Мы видим, что формально если вот на это смотреть, вот на вот это вот дело смотреть просто как на утяжеление волнистой линии. Вот. Вот. Тогда у вас будет ситуация. Ситуация простая. Вместо первого порядка теории возмущения, где у вас фигурировал фотонный пропагатор. Вот. Да. Вот такой. У вас возникнет, изначально, фотонный пропагатор, который был в первом порядке теории возмущения. Плюс фотонный пропагатор, вот такой вот, отяжеленный, дополнительной, дополнительной буквочкой И. Где под буквой И мы упрятали все от поляризационной до поляризации. Вот она, видите, минус единичка от меня стояла. И вот такой вот, как бы, интеграм. Ну. Теперь смотрим на этот интеграм. Вот. Давайте смотреть, что, что будет происходить на верхнем пределе. Когда у нас импульс P, 4 импульс P бесконечно стремится. На верхнем пределе. На верхнем пределе смотрим, ну, P большое, M пренебрегаем, Q пренебрегаем по сравнению с ним. Смотрим и видим, у вас будет в числителе стоять P в квадрате. D4 P. А в знаменателе будет стоять P в четвертой степени. Да. И окончательно у вас выйдет, вот здесь будет стоять, ну, грубо говоря, P в кубе Dp. Вот. Да, на P в квадрате. Вот. Деленая на P в четвертой. Вот. И будет вот такая вот штука. Вот. Dp от P. Квадратичная расходимость. Все. Вообще, как говорится, с треском все расходится на верхнем пределе. На самом деле, нету квадратичной расходимости. Вот. По той простой причине, что если вы пренебрежете и M и Q, то тогда у вас будет здесь стоять набор матриц Дирека такой, что от них шпур выдаст ноль. Чисто нет. Вот. Поэтому, на самом деле, квадратичной расходимости вот такой вот нет. Вот. А если аккуратно все сосчитать, то будет расходимость логарифимиста. Волна все равно будет. Вот. Выражение громоздкое. Считать мы его с вами не будем. Вот. А значит, дальше будут уже фигурировать более-менее конечная формула. Вот. Кто хочет, может посмотреть либо в Берестятском лифе, Питаевском, либо в Охейзере Берестятском, где это дело со щитом. Ну, тоже так, как бы, не совсем подробно, но все-таки. Вот. И ответ получится такой. Вот. Вот. Значит, та буквочка И, которую мы здесь жили. Вот. На самом деле, она будет квадратичной зависеть от Q. Вот Q квадратичную сюда вынесем. Вот. На самом деле, здесь опечаткой мы поделим еще не 4P. Да? Что важно. Вот. На самом деле, вот то, что вот сюда вынесено. Ну, могли 4P и буквочки Е. Но, важно. Смотрите. Вот этот дополнительный множитель. Так. И изничтожит одну из, одну из, как бы, один из фотонных пропагаторов. Вот. И у вас возникнет вот такая ситуация. Вот. Грубо говоря, вместо фотонного пропагатора, который был в начале, будет фотонный пропагатор и дополнительный множитель. Или единица, минус, и от Q квадрата. Вот это вот. От Q квадрата, которая вот здесь стоит. Все. Вот. А дальше выписан ответ, который получится при аккуратном счете. Вот. Да. Вы аккуратно раскладываете по Q. То, что здесь стоит. И аккуратно берете шпур от всех матриц Дирака по проекту стоящих под шпур. Ну. Перемножаете их по честному. Ну. И берете шпур. Ответ будет следующий. Вот. Видите? Возник расходящийся. Ну. Логарифмически расходящийся. Получили D логарифм в квадрате. Так. Где P в квадрате у вас изменяется, а M в квадрате до бесконечности. И вот такая вот еще дополнительная добавочка. Уже зависящая от ков-квадры. Вот. Вот. Данным выражением пользоваться просто невозможно. Поэтому немножечко с ним поработаем. Вот. К сожалению. Вот здесь стоит в бесконечности формально бесконечная штука. В бесконечности неприятно работать. Вот. Давайте пока для начала формально введем параметр обрезания. лямбда в квадрате. Ну вот. На самом деле. Ну. То есть. Вот. Обрежем данный интеграл. Ясно, что его надо обрезать на чем-то. Квадрат-импульс. Ну и квадрат-импульс. Ну и квадрат-импульс. То есть. Вот. Введем некоторые параметры обрезания лямбда в квадрате. Размерности квадрат-импульса. Вот. Ясно, что вот это вот обрезание у вас должно быть много больше квадрата. С учетом того, что энергия это у вас и импульс, это у нас обратная длина. В нашей системе единица АФС равняется единица. То ясно, что на пространственном языке это просто означает, что мы где-то обрезались на очень маленьких ростах. или минимальной длины. Ну. Ясно, что это формально нехорошо. Но нет минимальной длины в квадрате. Вот в физике комментированном состоянии есть минимальная длина. Потому что когда вы рассматриваете твердое тело, то минимальная длина это параметр решетки. Вот. Как бы во все формулах для твердого тела у вас интеграл-импульс всегда обрезается на обратно параметры решетки. А здесь нет минимальной длины. Ее невозможно никак ввести. Ну или так формулируем. На настоящем уровне развитой науки нет никакого разумного способа ввести эту минимальную длину. Ну. Сейчас пытаюсь сделать всякую планковскую длину как некую минимальную. И о том, что у нас взаимодействие не локальное. там будут некоторые, грубо говоря, струны размеров порядка фланковской длины. Но вот формально в квантовой теории поле никакой минимальной длины нет. Поэтому формально мы должны интегрировать до бесконечности здесь. А мы руками сейчас введем бредами. Ну не очень хорошо. Но мы постараемся от него потом избавиться. Все. Давайте введем. И так ввели параметры обрезания. Вот. Давайте вторым отыгралом займемся. Давайте рассматривать ну два предельных случая. Вот. Значит минус q в квадрате. А у нас напомник куб пространственно подобный вверх. У нас положительная причина. Ну как минус q в квадрате. Да. Поэтому значит минус q в квадрате. Много меньше m в квадрате. Вот. Мы рассмотрим такой предельный случай. Сразу скажу. Давайте просто определимся. Если вы понимали физически что означает данный предельный случай. А данный предельный случай просто означает что вы рассматриваете процессы рассеяния на расстояниях. Вот видите. Импульс передаваемый много меньше m в квадрате. А значит расстояние которое объединится будет много больше всего. Вот. Это значит расстояние много больше комптомовской длины. Вот. И так. Если мы смотрим на больших расстояниях. Много больше комптомовской длины. То тогда у вас вот смотрите. q в квадрате здесь маленькая по сравнению с r в квадрате величина. Значит вот эта вот добавочка маленькая. А z у нас от 0 до 1. Вот эта вот штука она опять-таки меньше чем 1. Значит вот эта маленькая добавочка. Логарифм можете разложить. После этого без проблем взять эту квадрат. Вот. И так в этом предельном случае e от q в квадрате будет иметь вот такой вот. Первое это логарифм вот от этой штуки возьмем. где мы ввели и обрезаем. А второе это второе логарифм. Вот. 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 Порциональный q в квадрате. Для нас важно значит. Порциональный q в квадрате. Если же мы лезем на совсем маленькое расстояние. Ну или очень большие передаваемые импульсы. Вот. Ну. А большие передаваемые импульсы возникнут, когда очень длины. Вот. То тогда у нас под логарифмом. Ну вот это единички вообще можно пренебреть. Возникнет логарифм q в квадрате поделить на m в квадрате. И логарифм вот еще вот этой вот штуковины. Логарифм от этой штуковины можно пренебреть по сравнению с большим логарифмом от большой величины q в квадрате на m в квадрате. И только вот ее и оставить. Все. Вот. В результате мы имеем следующий предел. И дальше мы будем пользоваться этим пределами. А пока давайте будем считать, что мы рассматриваем случай растения в достаточно больших расстояниях. Чаще всего в эксперименте, в котором вы можете сделать именно такая ситуация наблюдается. А обратно определенный случай интересен фундаментально в смысле. Важно, что происходит там не совсем маленьких расстояниях, но уж на совсем-совсем маленьких расстояниях мы с вами лезть не будем. Вот. Так. И так, в этом случае, матричный элемент подставляем на разложение будет иметь вот такое. на самом деле пока, к сожалению, легче не стало формально вот здесь надо обрезать это в конечном выжитате и в бесконечном выжитате все равно бесконечном выжитате. Казалось бы, глупость какая-то получилась. Вот. Но важно понимать, что мы же на эксперименте меряем не тот заряд, который стоит у меня в диаграмме техники. А на эксперименте в том мере тот заряд, который у нас уже одет всеми таким поливизационным баком. Вот. И он вполне конечно. не будет. Поэтому давайте вот впервые сделаем вот такой вот фонус. Давайте переопределим E. А именно вот смотрите. Вот у нас здесь стояло E в квадрате. Давайте переопределим. Введем физический заряд. Вот. ER. И вот эту вот штуковину прячем в переопределении заряда. А именно введем ER в квадрате равняется, ER в квадрате равняется E в квадрате умножить вот на эту вот скобочку. Ну или ER равняется E на эту скобочку в степени 1 2. Что 1 фит. Так. Значит, как бы, тогда мы мгновенно вместо формулы вот этой 8,25 получим следующую формулу. Ну а здесь, как бы, чисто формально E в квадрате заменим на ER. Потому что, обратите внимание, вот как бы, отличие E в квадрате от ER вот в этой вот штуке. Это уже, как бы, следующий порядок переразмущения. ER в четвертом или ER в четвертом. То есть, как бы, до такой точности не считали, то мы, как бы, и здесь можем E заменить на ER. С той же, с той же степенью. Все. Ответ получится на первого порядка теперь возмущения. Где под ER надо понимать тот заряд, который мы экспериментально измерим. И который в полный конец. Вот такой процесс упрятывания расходимости, возникшей в физическую величину, называется процессом перенормирования. На самом деле, вот перенормированные теориями называются такие теории, в которых все возможные типы расходимости, в таких теориях оказывается, что количество расходимости, количество типов расходимости конечных. Когда расходимость можно упрятать в переопределении физических параметров, подлежащих подлинную из эксперимента, вот такие теории называются перенормированные. Если квадратная теория поля перенормирована, то есть человечество умеет работать, а если не перенормированные, то такие теории считаются просто не физическими. Ну, и без них не умеет работать человечество. Вот, в частности, при попытке написать квантовую теорию поля для гравитации, проквантовая гравитация, возникает неперенормированная тема. И, к сожалению, в течение длительного времени никто ничего с этих поделок не может. На самом деле, пока очень утрижно, но мы наметили, как проводить перенормировку. Но мы дальше все более и более последовательно будем предлагать, как ее проводить последовательно. А теперь давайте рассмотрим, что у нас получилось. А это уже потом проверили, что с экспериментом состоится? Ну, то есть мы просто взяли... Ну, пока мы очень предварительно сделали, и сейчас мы убедимся, что на уровне первого порядка теории возмущений, если мы вот это будем считать за физический заряд, то у нас получится совершенно правильный ответ. Потом мы немножечко попытаемся рассмотреть, что будет получаться в следующих порядках теории возмущений, а потом предложим способ, как просто последовательно считать в диаграммной технике. Вы увидите, что, несмотря на то, что внешняя диаграммная техника абсолютно совпадает с тем, что, как бы, вы рассматриваете в физике комментированное состояние, на самом деле, это только внешняя похожесть. Здесь надо производить перенормировку, что приводит к тому, что в каждом порядке теории возмущений надо очень сильно поработать. То есть, с одной стороны, у вас здесь всегда константа связи очень маленькая, одна 132, и достаточно там до третьего порядка теории возмущений все сосчитать и будет с невероятной точностью все сосчитать. С другой стороны, в каждом порядке теории возмущений надо производить перенормировку. И это очень сильно усложняет все дни. Чтобы увидеть сейчас, как, ну, чуть-то позже, на следующем занятии вы увидите, как или надо последовательно производить. И увидите что-то, ну, такое, очень громоздкое что-то. Вот, а пока мы плавно будем к этому двигаться. Итак, будем считать, что мы сумели в ЕР упрятать это расходимость, которое у нас связано с чем-то на очень маленьких расстояниях. Ну, упрятали переопределение физического заряда, а физический заряд, который мы измеряем на эксперименте, у нас конечно. Вот, давайте смотреть, что у нас будет получаться. Вот, смотрите, вот, на самом деле, в матричном элементе, вот, вместо бывшего фотонного пропагатора, мы получили вот такую добавку. Вот, вот это вот, то, что вот здесь было доноженное на З и на ЕР, ну, другую квадратную, это было не что иное, как, как потенциал колонуса. Фурия образ колонусского потенциала. Ясно, что вот эта вот добавочка, она приведет просто к тому, что у вас как-то перемогли, изменится колонусский потенциал. И так, первое слагаемое, единичка в этой форме, это было не что иное, как фурия образ колонусского потенциала. И так, ну, действительно, давайте смотреть, Z, ER в квадрате, 4, 5, 9, 2, квадрате фурия образ колонусского потенциала. Ну, это как раз и был колонусский потенциал. Ну, E, как думаете, еще от самого электрончика, который рассеивается, не греет, в общем, да. Вот этот квадрат делаем. Так, значит, а давайте смотреть, к чему приведет вот по правочке. Давайте смотреть, как оно зависит от Q. Q в квадрате здесь, Q в квадрате здесь. От клона вообще никак не будет. Фурия образ от константы. Ну, то есть, координаты пространства. Координаты пространства, что объявят? Не просто из понятия. От константы фурия. Ну, это уже константы. Не константы. Это интеграл dqr, e в степень iqr, и вот здесь стоит единичек. Что будет? Он ничего не напоминает? Постоянно встречаются как-то навыки. Ну, дельта-функция эта. По определению причем. Правда? Волны, как бы. Значит, на самом деле, вот, как бы, поправочка, это будет дельта-фуриеобразный потенциал. Вот. И так, как бы, у вас вместо клонусского потенциала возникнет, вот, еще добавочка с дельта-функцией. Таким образом, процесс, вот, рождение, процесс экранировки, процесс виртуального рождения электронно-позитронных пар, приводит к модификации клонусского взаимодействия. Ну, а раз у вас клонусское взаимодействие модифицировалось, то ясно, что это как-то мгновенно подвинет уровни энергии. Ну, например, для атмосферы. Ну, и давайте рассмотрим, что у вас будет происходить в атомном водороне. Вот, давайте рассмотрим случай Z равной единички. Протон Ну и тогда будем рассматривать Е в четвертой стиль вместо Е То есть дополнительный множитель 1 в 130 Значит и тут маленькая величина Ну а тогда на это можно смотреть просто как на возмущение на фоне полустого потенциала И в первом порядке теория возмущения Как за счет вот этой добавочки смещения уровня Да очень просто Надо вот этот коэффициент дополнительно домножить на волновые функции По модулю в квадрате Воклад этих волновых функций А за счет того, что здесь Δr стоит У вас мгновенно возникнут волновые функции По модулю в квадрате В начале кардио Ну или непосредственно на самом ядре Вот Значит Почему здесь Δ символ добавлен Вот давайте во-первых L это главное квантовое число L это орбитальное квантовое число Почему Δl По той простой причине, что волновые функции С орбитальным числом отличным от нуля Они у вас просто обращаются в ноль В начале кардио Все состояния кроме S Для них волновые функции В начале кардио В начале кардио Z Ну а P Так Ну или без разницы На самом деле Любой Сферический симметричный потенциал Приведет к тому, что У вас волновые функции Состояние S У вас будут Отличные от нуля В начале кардио Волновые функции С любыми другими Орбитальными Орбитальными Числениями Они будут Равны нулю В начале кардио Все Поэтому Вот здесь возникла Дета символ L Вот L Должен равняться строгой нулю То есть Подправочка Есть только КС Состояние А это Приведет к тому, что Возникнет Раздвижечка Между Формально Вырожденными Стандартной Теорией Стандартной Если вы пользуетесь Стандартной Мерилитаристской Теорией Типа Уравнение Шреди Вера со сферическим Синтетичным Потенциалом Вот В нем Как бы Состояние С И П Они Вырождены А вот За счет вот этой Добавочки Возникнет Возникнет Расщепление Вот это вот Расщепление Уровней С И В атоме Многорода И вообще говорили В других атомах Щепление Оно и называется Ламбовским Сделием Вот Давайте Смотреть Чисто формально Вы получили такой Ответ Как здесь Записано Где Это Ритберг Вот Который Есть 13,6 Эл Вольт Ну или Вы Формально Вы получили бы Ответ Минус 27 Если Получили бы Минус 27 Миль Герл Звих Уровня Вот Между 2 два S, одна вторая и два второго уровня, два атомных водородов. Одна вторая важна по той простой причине, что у него эксперимент естественно на Земле будет проводить, есть магнитное поле Земли, поэтому надо одинаково проекте эксперимент обязательно брать, а иначе у вас у него еще более здоровое выступление, если магнитное поле Земли будет. Поэтому надо одинаковые проекции спирита, при сравнении S и P. А на самом деле величина сдвига из эксперимента 1057 г. Сказалось бы, гигантская разница. Но дело в том, что на самом деле мы с вами рассмотрели спектакуль вот диаграммы. А здесь еще диаграмма. Диаграмма такая, которая изменяет структуру электронного тока в вершинке. Ну, грубо говоря, перенормирует. Условно говоря, гамма ми. Есть вот такие диаграммы. На самом деле вот такие диаграммы, они некоторым образом перенормируют массу электрона. То это вклад в перенормирующую массу электрона или позитрона. А здесь идет перенормирует массу электрона или позитрона, связанную. на самом деле. Ну, вот такие вот добавочки. Вот так вот во всех этих добавочках еще дополнительно возникает колышки. На самом деле тоже вот такие вот слагаемые. пропорциональные в добавочке колышки. Которые тоже дают лампочку сбитую. И если собрать результаты всех четырех диаграмм, то вы как раз и получите результат исключительно близких тысяч в 57 рублей. Сейчас как бы мы чуть-чуть дальше с вами этими займемся. Вот. Так. Чего там в 27 рублей какая маленькая? Ну, вот на самом деле непосредственно в ламповский сбит. Вот эта вот диаграмма дает маленький вклад. А наибольший вклад на самом деле дает вот эти вот технологии. Которые, ну, формально перенормировают массу электроны. Перенормировку массы стоит входит в бесконечно. Ну, опять-таки можно прятать массу физического электрона. Ну, и дальше будет последовательно. Более последовательно рассмотрим, как все это надо делать. Вот. Ну, на самом деле от всех этих вот как бы вот основной вклад в ламповский сдвиг идет именно вот этот диаграмм. Хотя у некоторых относительно небольшой есть и опять. Этими диаграммами мы сейчас вообще не будем заниматься. А следующий диаграмм, который нас будет интересоваться, вот этот. Так, еще немножечко про ламповский сдвиг. Вот. На самом деле в современный момент вот величина сдвига известна с точностью до одной сотой процента. Вот. Вот. И на самом деле примерно с такой точностью она и совпадает с тем, что можно посчитать из вот этих четырех диаграмм. Ну, и на самом деле еще надо следующий порядок. Теория разнофия для такой точности и читать. Теория совпадает с экспериментом с точностью, вот, легко видеть, с точностью минимум до пяти значений. Ладно. Вот. И здесь проблема именно в точности эксперимента. То есть просто невозможно поставить эксперимент за счет прибочных явлений, чтобы у вас в чистых виде вклад именно от кронтово-полевого рассчитывания. Еще есть всякие сопутствующие вещи, которые были на поле явлений. Вот. Ну, и в этом разные способы можно играться. Но есть еще всякие сопутствующие вещи, которые не позволяют эксперимент за большую точность. Вот. Давайте рассмотрим чуть более подробные эффекты, связанные с диаграммой. Вот такой. Где у нас за счет фотонной оплаты. Перенормируется структура электронного утока. Перенормируется структура горшинки. Перенормируется гамма-мин. Вот. Значит, вычисление этой диаграммки в пределах малых передаваемых импрессов дает следующий результат. Вот видите. Вместо гамма-мин в вершинке. Вот. Изнутри вот такая вот штука. Давайте смотреть. Давайте смотреть на данную форму. Вот видите. Появилась слагаемая пропорциональная единица плюс нечто пропорциональная q в квадрате. Ясно, что этот множитель можно отнести и к фотонному пропагатору, да? И, по сути дела, вот эта добавочка опять дает у вас ламповский знак. Вы можете сказать, а это что такое? Вот. Вот. Вот на самом деле, вот здесь чисто формально ввели конечную массу. Конечную массу фотонов. Вот. На самом деле, вот данная расходимость, это так называемая инфракрасная катастрофа. Вот. Оказалось, что если вы считаете одну конкретную диаграмму, например, вот так называемую, то у вас возникнет еще расходимость от интегрирования на нижнем пределе. Вот поэтому инфракрасный катастроф. А здесь у нас расходимости возникали наверх. И по импульсу это была ультрафиолетовая расходимость, да? От больших, другу говоря, от больших значений гостя, на больших расстояниях. А здесь проблема возникает и на малых расстояниях. Но на самом деле, эта проблема, она не очень актуальна. По той простой причине, что вы можете вот здесь чисто формально в данной диаграмме ввести конечную массу фотонов. Да? И на самом деле, если вы сосчитаете еще две вот эти же диаграммы, в которых тоже разница расходимость на мирный пределе, и тот же необходимый год для библии массы фотонов. Так вот, грубо говоря, из сумм вот этих трех диаграмм, допустим, лада для Глобовского воздвига, который возникнет вот здесь, и возникнет вот эта фотонная диаграмма. На самом деле, из окончательного логарифма, который возникнет после этой суммы, у вас масса фотонов просто пропадет. То есть, окончательно у вас, несмотря на то, что в каждой конкретной диаграмме может возникнуть инфракрасная расходимость, когда вы сосчитаете весь данный порядок теории возмущения, она у вас пропадет. Ну, то есть, на самом деле, в этом смысле, инфракрасная катастрофа, она никакая не катастрофа, ее довольно быстро можно обыкнуть. Никакого физического, какого радикального смысла она не имеет. Считать просто весь данный порядок теории возмущения, и никакой инфракрасной катастрофы не будет. Ну, а для данной диаграммы приходится война. Почему в первой диаграмме такое? А в первой диаграмме нет. Значит, вот для данных диаграммах существенную роль играют мягкие моды для Сатона. Они дают подавляющий вклад в изменения данной диаграмме. Именно это приводит к тому, что вот здесь, как бы, вот здесь вклад этих мягких мод для этой диаграммки и для этих двух диаграммок он оказывается очень существенным. А для этой диаграммки нет. Вот так. Но вклады в этих двух диаграммах друг друга сокращают. И это проверено. И есть, как бы, объяснение почему. Но на уровне одной конкретной диаграммки вот так дико выглядит, что необходимо вводить конечную массу потом. Понимаете? Вот. Итак, вклад вот в лембовский сдвиг, который пропорциональен ков в квадрате. Вот здесь. От всех четырех диаграммах как раз выдаст совершенно разумный результат. Хорошо совпадающий эксперимент. Следующий поляр. Нет, нет. Надо и... Она там внизу. Надо будет. Вот. Так. А нас сейчас будет интересовать вот эта вот добавочка. Вот на самом деле вот эта вот добавочка вот такого вот видят. Где сигма-меню это антисметричный тензор образованный вот из матрицы D. которые мы с вами уже рассматриваем. Вот. Вот на самом деле вот такая вот добавочка. Она дает вклад в структуру в структуру магнитного момента электрона. Вот. Вот. Обычный магнитный момент электрона. Вот он вот так вот записывается. И так магнитный момент электрона. Ну вот. Теперь. Минус E поделить на 2m. И сигма. Вот. Вот. Чаще всего его записывают в магнитный момент вот так. Вот. Вводя геомагнитные отношения, которые в теории Швенгера-Дирака, вот есть просто двоечки. Вот. Если вы будете обсматривать теорию баллос, негативистской теории. Электрон. Вы получите геомагнитное отношение чисто двоечки. Вот. 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 Значит. Как бы. Так вот. Вот эта вот добавочка. Она просто впрямую добавляется к магнитному моменту электрона. То есть она изменяет структуру электронного тока. И добы... Опять таки. Вам придется поверить мне на слово. Она впрямую добавляется к магнитному моменту электрона. Вот. Вот видите. Здесь E поделить на 2M стоит. Да? E поделить на 2M. А еще это дело домножилось на E в квадрате поделить на 2M. Так вот. Это впрямую есть добавка в геомагнитных отношениях. То есть вот магнитный момент у вас будет вот такой. Вместо E поделить на 2M. Здесь единичек. Вот еще к единичке добавится. Е в квадрате поделить на 2M. Который возник. То есть у меня это не стоит. Ага. Значит. На самом деле у вас изменился магнитный момент электронного структура магнитного момента. Ну или это то же самое что в геомагнитное отношение появилась вот такая вот добавка. Вот как бы здесь двоечку дописали. Так. Вот здесь вместо sigma S. И тогда вот с множителем двоечка это то есть геомагнитное отношение. Вот. В результате геомагнитное отношение то есть 2 плюс е в квадрате на 1M. Ну. Значит. Значит. Как бы. Считаем следующие порядки теории возмущения. В каждом порядке производя перенормировку. Вот обратите внимание. Вот здесь уже Е без Р пишется. Вообще-то с R. Мы как бы произвели перенормировку и упрятали дополнительные расходимости и е. И экспериментации. Вот. Вот здесь Е как бы уже экспериментально же R. Уже мы произвели перенормировку. Вот. Значит. Значит. Если вы правильно произведете перенормировку. То вот. Вклад вот в такую вот штуку. g-2 поделить на 2. Ну. Двоечку вычли. Это вот избавились от первого создания. Да. Мы поделили на 2. Исторически сложилось. Такую вещь. Может. Прямую. Вот. Ясно что получится. Ну просто. Вот. В первом порядке теории возмущения. Е в квадрате поделить на 2P. Ну вот. Вот. Вот он. Следующий порядок теории возмущения. Вот. После процесса проведения перенормировки. Вот он. Понимаете. Такой. И наконец. Следующий порядок теории возмущения. Вот. Записан. Вы можете сказать. Как это так. Как это. Теоретически считали. g-0. Вот опять. Как бы. Из дальнейшего будет видно. Что хоть и теоретически считали. Но. Там опять. Чтобы произвести процесс перенормировки. Приходится так. Трудиться. Как бы. Ряд. Интеграмов. Приходится считать численно. Поэтому. На самом деле. вот это. Плюс-минус. 0,2. Это связано с тем. Очень громоздко. Сосчитать. 3. В результате. Получим. вот такой вот. Ответ. Из теории. А вот. Экспериментальный. Вот. Посмотреть. Сколько значит. Эти цифры. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Да. Вот. В настоящий момент. Считают. Ну. Машины. Считают. Как бы. Еще два следующих пара. Вот. Вот. Ну. Вот. Фактически. Фактически. Численные. Вот. И. Эксперимент. В настоящий момент. Позволяет. Двенадцать. Значительных цифров. Вот. Машины. Сосчитать. Вот. Так вот. Теория совпадеции экспериментов. С точностью. Двенадцати. Значительных цифров. Чего. Просто. Невероятно. Вот. Поэтому. В этом смысле. Квантовая электродинамика. Считается. Ну. Фактически. Самой точной. Из-за необычных. Теорий. К сожалению. Надо подбирать. Как бы. Она хорошо работает. Когда у вас. Не замешиваются. Какие-то. Другие. В общем-то. Экспериментов. В которых. Можно получить. Такую точность. Их не очень много. Ну. Здесь еще эксперимент. Как бы. Позволил. Продвинуться. Исключительно. Далеко. То есть. В этом смысле. Эта наука. Исключительно. Точная. Несмотря на то. Что производим. Теорийный фокус. Упрятываем. На расходимость. То есть. В некоторое количество. Парагент. Избавляемся. На самом деле. Мы просто. Избавляемся. От. Такой. Процесс. Перенормировки. От. Нашего. Непонимания. Что происходит. На. Совсем. Маленький. Простой. Но. Избавляемся. От. Непонимания. Что происходит. На. Очень. Порядка. Планка. Что. Конечно. Для. Реальных. Физических. Их. Не очень. Актуально. Именно. Поэтому. Так. Ну. На самом. Деле. Вот. То. Мелким. Шрифтом. Это. Попытка. Ну. Допустим. Лэндовский. Сдвиг. Из. Внутренних. Ощущений. У. Физиков. Построить. Механистическую. Модель. А. Именно. Рассматривать. Движение. Электрона. Во. Флуктурирующем. Поле. За счет. Ну. И. Вакуум. Флук. Пласт. Ну. Действительно. В принципе. Качественное. Такой эффект. Как. Лэндовский. Вот. Кто любопытствует. Вот. Посмотрите. Что здесь написано. Вот. Мелким шрифтом. Ну. А дальше. После перерыва. Мы. Займемся. Ну. Просто. Качественное. Рассмотрение. Процесса. Перерыва. Ну. Что. Ясно. Что. Как-то. Уж больно. Лихо. Мы сделали. Бесконечность. Заряда. Отнесли. Вот. Вот. Сейчас мы опять-таки. Совсем качественно. Рассматриваем. Это дело. Вот. С большим словом. Диаграммы. И качественно. Наметим путь. Как. Перемиумировку. Для заряда. А заодно. Получим. Вполне. Результат. Который. Эксперентально меряется. Для бегущей. Константы. Как заряд. Будет зависеть. От. Импульсов. Передаваемого. В процессе рассеяния. Или грубо говоря. Как заряд. Зависит. От того. На какие расстояния. Выйдет. Получим логарифмическую. Зависимость. Некоторые. Которые. Полностью. Да. Вот. Ну а. Такой. Планомерный. Процесс. Перенормировки. Как с диаграммами. Это надо работать. Это уже. Только. На скорости. Цены. Просто. На примере. Перенормировки. Заряда. Вот. Повстраиваемся. Ну. Понять. Как бы. К чему. К чему. Нам надо. Стремиться. А потом. Уже. Перейдем. К планомерному. Осуществлению. Перенормировки. Итак. Вот. Мы. Если посмотреть. на формулу. 27. Сейчас. Не. Периодически. Будем смотреть. На самом деле. И. Следующий. Порядки. Электрического. Заряда. Сейчас. Будем держать. Периодически. Вот. Вот. У нас. Содержит. расходимость. Виде. Вот. Вот. Обрезание. Наверх. На самом деле. Вот. Как бы. Величина. Электрического. Заряда. Входит. В теорию. Через. График. Элементарной. Ну. Вот. 8.4. На самом деле. Конечно. Физический. Заряд. Он. Определяется. Набором. Вершин. Одетых. Всевозможным. Вращением. Пример. График. Определяем. Ну. И. Тогда. Графики. Сложно. Тебе сложнее. На самом деле. Физический. Заряд. Который. Измеряем. Он. Уже. Вот. В. Стат. Физики. И. Вообще. Неолитийской теории. Хорошо. Вы знаете. Экспериментально. У вас. В. Вершинах. Во всех. Стоит. Просто. Нормальный. Электрический. Заряд. Не. В квадрате. Одна. Тридцать. Седьмая. Вот. А здесь. Не так. На самом деле. Из эксперимента. Вы. Определяет. Заряд. Уже. Всем. Вот. Как бы. Надо. Постараться. Как-то. Переформулировать. Теорию. Так. Чтоб. У вас. Вершина. Стоял. Уже. Одет. И. Вот. Давайте. Назовем. Сделать. Вот. Назовем. Исходный. Заряд. Который. У нас. Формально. Голым. Зарядом. Смотрим. Писать. В данном. Параграфе. Вот. Тогда. Для. Истинного. Ну. Или. Одетого. Зарядом. Можно. Записать. Например. Разложение. В ряд. Теории. Возмущения. По головному. Заряду. Ну. Допустим. На. Лишь. На. Одноплительниках. Поляризационных. Поправках. Представленные. Диаграммы. Вот. Давайте. Дальше. Будем смотреть. Ну. В основном. Вот. Такие. Поправки. Вот. Минус. Почему. Здесь. Ну. С вами. Убедились. Что. Вклад. Вот. Поляризационные. Добавочки. Он. Добавлял. Фотонному. Попагатуру. Единицы. Минус. Вот. Вот. На самом деле. Естественно. Эксперименты. Ставятся. При определенном. Передаваемом. Ну. Вот. Вы. Смотрите. За частичками. Рассеивающимися. На. Такой. Импульс. Вырезаете. Из. Всего. Сечения. Рассеяния. Некоторые углы. Рассеяния. И. Смотрите. Как у вас. Частички. Рассеялись. Ну. Или. Если. Не. На. Статически. Поучитывать. Отдачу. Не все равно. Грубо говоря. Вы. Смотрите. Рассеяние. С определенным. Импульсом. Рассеяние. Да. Вот. Вот. Это. Дело. Давайте. Введем. Определение. Физического. Заряда. Это. Заряд. Который. Мы. Сосчитали. При определенном. Импульсе. Рассеяние. Давайте. Чтоб. Со страшной силой. Нимается. С пространственно. Подобным. Вектором. Введем. Вместо. Кус. Квадрат. И. Минус. Квадрат. И. Минус. Квадрат. Положительный. Импульс. Рассеяние. Обозначим. Значит. Тогда. Ну. Вот. У. У вас. Формула. Если вы. Сосчитаете. Первый. Порядок. Теории. Возмущения. Выберите. Физический. Заряд. Квадрат. Физический. Заряд. Это. Ему. В квадрате. Единица. Минус. Но. При. Строго. Определенном. Импульсе. Рассеяние. Квадрат. Это. Ровно. Мягкое. В принципе. Вот. Корешок. Можете. Извлечь. И. У. Вас. У. Формального. В виде обрезания. Извлечена. Пропорциональная. Е. Квадрат. Маленькая. Вот. Поэтому. Корешок. извлекаете. Считая. И. Маленькая. Одну. Вторую. Вот. Значит. Что совпадает. Просто. С 8.27. Если вы подставите. И. Вот. 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 Квадрат. Это. Равняется. М. Квадрат. И. Из дальнейшего. Будет. Видно. Что. Три маленьких. Ку. Немножко. Забегая. Вперед. Дальше. Чуть-чуть. Дальше. Значит. Ну. В диаграммном виде. Разложение. 8.52. Ну. В таком. Схематическом. В диаграмме. Немножко. Тут особо комментировать. Вот. Так. Так. Соответственно. Ну. Там. Если вы. Следующий. Порядки. Теории. Возмущения. Возьмете. Куфку. Возврате ранее. В квадрат. Вот. Пока. У нас. Формально. Коэффициенты разложения. Бесконечные. Если вы. Обрезание. Установите. Бесконечные. Вот. Пока. Ничего. Хорошего. Так. Давайте. Рассмотрим. Какой-либо. Физический. Процесс. Изображаемые. Диаграммками. Рисунки. 8. 8. Вот. Пусть. Допустим. Процесс. Просто. Рассеяние. Электронное. 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 Позитарное. Позитарное. Вот. Значит. При произвольном. И при рассеянии. Вот. Куфку. Произвольно. Значит. Опять-таки. Что значит. Произвольно. Ну. Как бы. Можем наблюдать. Притокомку. В квадрате. Можем. Притокомку. В квадрате. У нас. У нас. Формулы. Включали. Импульс. Рассеяние. Вот. Как бы. Вот. Физический. Заряд. Мы определили. При. Определенном. Вот. А здесь. Он произведен. Вот. Значит. Давайте. Давайте. Запишем. Запишем. Ну. Аналитический. Соответствующий. Соответствующий. Процесс рассеяния. Ну. Вот. Матричный элемент. Произвольно. Процесс рассеяния. Он будет иметь вид. Вот. В теории возмущения. Такой. Значит. Где. Там. Где. В квадрате. Процесс рассеяния. Такое. Рассматриваем. А дальше. Будут идти. Слагаемые. Ну. Любой. Степени. Уже. Зависящие. Отку в кодрах. Значит. Опять-таки. Все. F1, F2 и так далее. Все будут расходящиеся. Ну. Ну. Значит. А вот теперь. Ясно что. И это нехорошо расходящиеся. И это нехорошо расходящиеся. Вот. Наша задача. Перестроить. Редко. Параметризовать. Теорию. Так. Чтоб. Возникла теория возмущения. Не поеду. А вот. Я. Вот. Давайте. Пропробуем. Это сделать. Вот. То есть. Обратим. 8.52. Выразим здесь наоборот. Е нулевое через Е от мю. Е нулевое выразим через Е от мю. И подставим. И подставим вот сюда. Вот. Вместо Е нулевого. Сейчас вы увидите чудо. Как бы пропадут все расходы у нас. Вот. Мы их упрячем. В. 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 Е в квадрате от мю. Который из эксперимента конечно. Вот. Все. Давайте. Попробуем. Вот. Значит. И так. Мы допустим. Мы сосчитали в первом порядке теорию возмущений. Нам надо вот отсюда вот выразить Е нулевое через Е. Вот. Ну. Или перестроим графики с рисунка 8С с такой же точностью. Вот. Ну. Просто выразив отсюда Е через. Как бы. Выразив отсюда Е нулевое через Е. Вот. И подставим их. И подставим. Вот. Как бы. Вот это вот сделаем. Вот. 1, 2. Соответственно. Перенесли туда. Возникло плюс 1, 2. author. Вот. При фиксированном Q по квадрате есть квадрат. Ну во в квадрате. Здесь уже Е у входа. И здесь уже Е при отнув квадрате как�만. Да-да-да. Конечно. Вот здесь. И здесь peoples т unpredictable. Да-да-да. Но осталось. Вот. А теперь возьмем… Вот это Н least. Его нулевое. Подставим отсюда. и здесь пофиксированному осталось а теперь возьмем в этом же порядке следующий диаграмм подставлять вот давайте смотреть вот здесь вот вместо е нулевое возник вот здесь вот я нулевое плюс добавочка 1 2 вот это вот было предпроизвольно а вот это вот добавочка вот здесь вот она вообще говорит приковку и уже уже непосредственно вот этого с точностью с которой мы находились здесь е можно заменить на е нулевое возник потому что все добавочки выдадут уже следующий порядок поделки а мы его не учитываем значит все в этой добавочке нам необходимо просто е нулевое заменить на е вот но всю эту диаграмму рассматривать предпроизводимку в квадрате пойдем же и рассматриваем все вот так тогда формально вот можем переписать вот все это как показывал вот так вот вот теперь мы достигли того что мы желали у вас на самом деле возникло в данном порядке теории возмущения по физическому заряду взял вот так вот здесь у нас стоит везде е от ту которую мы определили предпроизводимку в квадрате вот и у нас не возникло никаких расходов почему потому что причине что вот в этой разнице все обрезание пропадает сейчас мы в этом деле убедимся вот давайте смотреть чем где у нас возникало обрезание вот обрезание у нас возникало вот она буквочка и у нас выглядело следующим образом вот так вот давайте сейчас сейчас нас будут интересовать случаи совсем маленьких остальных и так буквочка и при q в квадрате много при q большое в квадрате много больше м в квадрате вот такой вот вид вот значит смотреть е в квадрате на 3пи логарифм обрезание на q в квадрате значит давайте смотреть что мы будем получать вот эта разница которая здесь стоит это грубо говоря разница двух и вот в одном случае при произвольном квадрате а в другом случае при q в квадрате и лямбда пропал сразу же еще вот на что обратим внимание формально осталось зависимость от них но просто мы на самом деле вот здесь сделали с вами не совсем честно мы с вами вот как бы и для произвольного q в квадрате использовали результат когда q в квадрате много больше м в квадрате вот и когда у нас q строго равняется мы тоже использовали результат этот маленьких расстояния а вообще говоря эксперимент по по идее ставится как бы когда наоборот q в квадрате много меньше м в квадрате там была точно такая же логарифмическая зависимость как вот здесь но только вместо q в квадрате стоял м в квадрате то есть если более аккуратно бы сделать вот считаю что мю в квадрате это у нас что-то много меньше м в квадрате то вот здесь вместо мю в квадрате надо было бы написать м в квадрате и у нас бы возникло все равно конечное выражение но было бы уже м в квадрате на q в квадрате и уже бы от точки перенормировки вообще зависимости не было но здесь специально оставлено мю чтоб данное выражение можно было бы продолжать и как бы на маленькие расстояния то есть когда вы вводите точку перенормировки на совсем маленьких расстояниях поэтому ну чисто формально у нас вообще говоря во всех формулах появилась зависимость от мю но она у нас такая как бы у нас е зависит от мю да еще и все коэффициенты в разложении из лучших вот таких разностей они тоже зависит от мю в результате у нас любой матричный элемент он зависит от мю за счет двух вещей у нас заряд физически зависит от точки перенормировки это называем и плюс еще ну в прямую матричный элемент и коэффициент на матричных элементов зависит от мю вот через такие ударители на самом деле ясно что матричный элемент в целом у вас не должно зависеть от точки перенормировки ну то есть полная производная по мю вот от матричного элемента у вас должна равняться 0 поэтому мы можем записать вот такую вот уровню ну ну там ню так как бы не буду объяснять почему сюда вводят но чаще все интересуются такое произведение ну д м по дну она должна равняться 0 а это производная представляет из себя производную поемную зависимость в зависимости от точки перенормировки от сидящего клавиша и от зависимости заряда физического электронного точки перенормировки так вот эти две зависимости должны друг другу соответствовать что и выходит в такой в таком дифференциальном уравнении дифференциальное уравнение теории перенормировки вот на самом деле которые иногда позволяют ну вот сильно сильно сократить как бы сильно сократить вычисления и вот в область маленьких расстояний удобно завязать с помощью уровня перенормировки вот дальше мы с вами немножечко потом отдельно рассмотрим подход с использованием теории перенормировки вот а пока давайте попробуем вот с этого дела выжить выжить некоторый результат вот если же ну на много меньше M сюда поставить ну то как бы нет не будет а так мы с вами договорились про то что будет происходить при Q стремящемся к нулю мы с вами еще поговорим вот значит на самом деле формально при как бы при конечных Q все конечно вот если вы имеете ввиду что му в квадрате можно брать и очень маленькое то мы с вами только что видели что если му в квадрате взять много меньше M в квадрате и все не особо в модерстве так если му в квадрате наше Q по страницам большая да логарифм большой и проблем никакой нет нет никакой нет проблемы проблема есть только в том что он как бы на очень маленьких расстояниях станет настолько большой что перешибет 1-137 и вот с этим есть проблема вот значит и вот возникнет ложный подвиг как мы еще с вами поговорим но дело в том что представляете логарифм должен перешибить 1-137 да еще и на 3 пик поделенные это произойдет но это произойдет на таких маленьких расстояниях что как бы для любого эксперимента как бы это не очень актуально а вот для фундаментального понимания что происходит это актуально то есть является ли квантовая электродинамика в целом замкнули вот давайте с вами рассмотрим понятие бегущей константы связи сейчас мы увидим ну на самом деле частично это уже было видно в формуле 27 вот видите заряд то физический вот получился что он вообще говоря зависит от процесса от процесса рассеяния в зависимости от того на какие импульсы вы рассеяли на самом деле это частично видно и из того что у нас клонус будет потенциала то есть на самом деле нет такого потенциала заряд у вас будет чем на более маленькие расстояния вы лезете тем у вас заряд будет становиться все больше и вообще говорят потенциала у вас будет не совсем полностью а сейчас мы с вами получим как у вас будет заряд изменяться с импульсом рассеяния причем получим формулу конечную вы не включающие обрезание вот таким способом мы понимаем как изложено здесь вот разложение показанное на рисунке 8.6 можно перерисовать в виде рисунка 8.12 вот давайте и дальше продолжать рассматривать лишь поляризационные добавочки вот такие вот ну давайте всю геометрическую прогрессию профессионную добавить рассмотрим рассмотрим в том числе и высший порядок в этом случае связь между двумя зарядами здесь и двумя голыми зарядами вот они выписаны ну по суммированной геометрической прогрессии ну и в формульном виде это можно записать вот так правильно все записали правильно все записали ну вот просуммировали геометрическую прогрессию вклад от 1 теперь это была добавочка как бы i здесь фигурировали единицы минус 1 е в квадрате у нас равнялся е нулевое в квадрате единица минус 1 то есть вот ну поляризационная петля это i это как бы минусы вот минус здесь вот как бы здесь фигурировали вот здесь будет минусы в квадрате вот здесь дальше будет минусы в кубе и так далее да что просто свернется вот в такую вот у нечетных минус будет учетных плюс ну или здесь фигурировали единицы минусы плюсы в квадрате минусы в кубе и так далее да вот получится единица разделить на единицу плюсы геометрическая прогрессия по сумме все ну или вот что записано формулой формула 58 правда да теперь вспомним что такое i давайте рассматривать случай маленьких расстояний то есть больших q в квадрате q в квадрате много больших квадрате вот она да формула 59 правда формуле 58 формуле 50 перешла вот а теперь проделали все что мы проделали на предыдущей странице вот а именно давайте зафиксируем q в квадрате равное억對不起 е в квадрате от 0, квадрате равняется е 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 0, квадрате Переносим, е0 в квадрате, отсюда выражаем. Выразится оно через е в квадрате, от 0 в квадрате, и вот этот логарифм. А потом то, что получилось, подставим вот сюда. Уже предпроизвольно в квадрате. Давайте вот здесь сбоку вытешу. Выразим е0 как функцию от е в квадрате, и потом взяли вот это дело, подставили вот сюда. И вот сюда. А почему же как разозванно? А потому что нас интересует заряд при произвольных импульсах рассеяния. Мы стараемся выразить заряд при произвольных импульсах рассеяния через заряд при конкретном импульсе рассеяния в квадрате. Мы в предыдущем эту старались выразить, заменить теорию возмущения по затравочному заряду через теорию возмущения по заряду физическому. При определенном импульсе рассеянии. И здесь почти так же делаем. Ничего другого мы не делаем. Правда это? Вот. И о! О чудо! Это обрезание полностью вот туда. Проделать там. Без проблем проделать. Сокращается там логарифм по той же самой причине, по которой они вот здесь сокращались. По абсолютно той же самой причине. Вот такая штука. Разница логарифма возникнет. Сокращаться они нахуй. И у вас получится вот такой вот результат. Вы выразили заряд при произвольном импульсе рассеяния. Через физический заряд определенный при определенном импульсе рассеяния, который вы можете экспериментально померить. А значит вы можете сосчитать заряд при произвольном импульсе рассеянии с помощью этой формы. Все. Обрезания никакого нет. Не входят в данную форму. У вас в формуле все комиссии доказано. И более того, эксперимент абсолютно подтверждает вот такую вот эшемическую зависимость константа связи. И так на самом деле константа связи не есть константа. Она зависит от импульса рассеяния. Вы увеличиваете эти рассеяния, у вас растет константа связи. И это понятно, почему физически происходит. Потому что чем дальше вглубь вы лезете, тем у вас еще меньше и меньше тренировок становится. Вы видите все более и более сильный заряд. Проблема только со знаменателем. Вы правильно совершенно отметили, что на самом деле начинаете вырастить импульс рассеяния. Растет логарифм. Чисто формально, конечно, на очень больших интенсах рассеяния. Вот у вас логарифм перешибет не в квадрате. Сначала это приведет к тому, что вообще формально у вас не будет возможно сделать теорию возмущения. Потому что на самом деле, вот реально, к концу этой связи является такая вот штука. То есть у вас всегда вместо E в квадрате, вот такого физического, будет входить E в квадрате с таким заговорителем. То есть сначала нельзя будет применять теорию возмущения. В том плане, что надо учитывать все графики перри возмущения. А как мы увидим в дальнейшем, это нетривиально сделать, потому что у вас, как бы, я так-таки, я вам немножечко говорил, вот, факториально было расставить число графика перри возмущения. Вообще говоря, круг сходимости такого ряда, он мог. Асимпатические возмущения. Ну, давайте еще немножечко тоже поговорим. Вот. Но даже если чисто формально смотреть на эту формулу, то ясно, что у вас в некоторый момент, вот, логарифм будет такой, что вот эта вот штука окажется равен ниже. И у вас возникнет поле. Ну, разойдется вообще поле. Вот такая ситуация получила название московского нуля. Вот. Значит. А именно, опять-таки, мы попозже про это дело чуть более подробно с вами поговорим. А именно, что реально невозможно подобрать никакой заряд, зависящий от расстояния, такой, чтобы он давал физический заряд. Как бы, физический заряд отличный от меня. Что неудивительно. То есть, формальная экранировка у вас всегда дает экспонсиаль беззависимость от расстояния. Вот. А вот, чтобы получить единицы на R, то есть, Кулоновский потенциал, вы должны, как бы, даже не бесконечный заряд взять. Вообще не понятно никакого. То есть, нельзя без единицы на R после экранировки получить, получить снова единицу на R. После экранировки вы экспонсиально затухали еще. А чтобы получить единицы на R, очень специфическими свойствами заряд там, внутри, на очень маленьких расстояниях. Именно вот это и получило название московскую нулю. То есть, короче говоря, как не подбирать, затравить, как у вас заряд, физический, а также зависит. Все равно, реальный физический заряд, который вы меряете на эксперименте, по идее, он должен получиться нулевой. Вот. Что находится в отражении в виде поля состоящего здесь? Вот такие, тонкие моменты. Но на самом деле, чисто прагматично, вот эта вот формула, она просто позволяет из экспериментального заряда, померенного на определенных импульсах осеяния, найти заряд при любом импульсе осеянии. И он будет вот так логоритмически возрастать. Все. Так. Значит, на самом деле, вот, грубо говоря, импульс рассеяния, при котором происходит, возникает ложный полюс, вот он здесь приведет, формула 61. Вот. Еще раз говорю, вот, что N в квадрате, N в квадрате, это, грубо говоря, N в квадрате. На самом деле, еще раз говорю, вот мы там, мы вот здесь тоже не совсем честно все дело делали, и вообще говоря, вот, когда, когда у нас расстояния достаточно большие, вот, I-то не такой логоритм. А еще раз говорю, вот здесь, вместо такой, N в квадрате, должно было стоять M в квадрате, да? Вот. Именно поэтому, вот здесь, N в квадрате, вообще-то, должно было стоять. Если N в квадрате, N в квадрате, то здесь просто N в квадрате стоит. В этом смысле, вот здесь, чаще всего, просто N в квадрате. Вот это не пугайтесь. А здесь специально выделена, вот, такая ситуация, когда, допустим, вы экспериментально, по мере, ну, при большом очевидении, что-то. Ну, в принципе, через него, вы можете все равно N в квадрате в квадрате в квадрате. Ну, а вообще говоря, здесь, чаще всего, смело, вы можете N в квадрате просто N в квадрате в квадрате. Так, запугайтесь. Некоторые разности формы. Я поясняю, почему это происходит. Вот. На самом деле, если бы полис в реальности существовал, то это просто бы свидетельствует, что он не замкнутости квадрата в квадрате. Ну, и сформулируем так, что на очень, как бы, маленьких расстояниях нам необходимо отказываться либо от локальности и взаимодействия либо говорить, что у нас, на самом деле, нет чистой недели, и на маленьких расстояниях обязательно замешиваются и другие виды взаимодействия. Вот. Значит, большая часть людей придерживается не такой, что замешиваешь, а на маленьких расстояниях надо учитывать и все другие виды взаимодействия, в том числе и гравитарства. Вот. Ну, на самом деле, сейчас есть работы, которые показывают, что все-таки реально никакого полиса нет. Вот. там, например, вот, гидроцессора. Никакого полиса, какого-то физического нет. Действительно, ложный полис. И вообще говоря, опять-таки, с теорией перенормировок, вот, там, разложение милипатого можно, там, он соедел монологов. Найти и показать, что вообще, говоря, ситуация будет такая, что у вас просто тупо заряд будет стремиться в бесконечность, и приостановишься в секунду. А никакого полиса такого нет. Вот. Электродинамика, а заряд такой, затравочный, бесконечный. Вот. Отступление в бок. Вот. Вот. А пока посмотрим, опять-таки, отступление, что будет происходить с квартовой хромодинамики. Вот. То есть, во взаимодействии за счет глионов. Там ситуация, в принципе, с расчетом петель абсолютно точно такая же. Вот. И там, там, на самом деле, вот, связь кварков за счет глионов, вот, константа связи будет меняться следующим образом. по-моему, 8,62. Обратите внимание. Абсолютно точно такой же глиф. Ну, просто коэффициент, как бы, разменился. Вот. Множитель 33, связан просто с негерем, характером, калибровочным. 7,3 хромодинамики, соответствующей группы, цветовой группы SU3. Вот. А NF, это число ароматов пар. Число разновидностей пар. Ну, мы помним, что, как бы, у нас три поколения, в каждом из них по два кварка. То есть, NF, на самом деле, здесь просто 6. Ну, и легко увидеть, что вот 33 минус 6 – это положительное число. Вот. Давайте сравним, что у нас за счет, это знак минус 6. А вот здесь, это знак 0. 33 за счет негеремости без знака. Вот здесь, знак 0. И поменялся знак. И поменялся знак. Перед логарифмом. А это приводит к тому, что, оказывается, что у вас, наоборот, константа связи у вас, как бы, убывает, когда к квадрате увеличивается. И растет, когда к квадрате у вас, да, увеличивается. И убывает, когда к квадрате у вас увеличивается. То есть, наоборот, себя ведет вот эта константа связи. А именно на маленьких расстояниях у вас константа связи оказывается достаточно маленькая, и можно применять теорию возмущения. А на больших расстояниях она у вас оказывается большая, и теорию возмущения применять нельзя. Здесь, естественно, тоже существует ложный полюс. То, что за счет другого знака возникает. Вот. На самом деле, давайте обозначим λ, где возникает, как бы, буквочка λ. Это уже не обрезали. Это, как бы, то Q, при котором возникает польза. Чисто формулы. Без проблем сосчитать. Формула 8, 63. Вот. Тогда константу связи вы можете через эту λ переписать. Значит, на самом деле, оценка λ экспериментальная. Просто показывает, что она от 0,1 до 0,5 г. Значит, если вы эксперименты ставите, сталкивая, ну, или стуча по адронам синергии, ну, там, допустим, 30 г. То у вас вот здесь вот возникает квадрат от 30, деленное на квадрат от 0,1 или 0,5. Достаточно большой логарифм у вас возникает. Вот. И, на самом деле, за счет этого большого логарифма, вот эта константа связи будет уже достаточно маленькая, будет порядка одной десятой. Вот. И тогда, ну что, ну, фактически, это, конечно, не сотая, как в электродинамике. Ну, все равно, можно уже пользоваться теорией возмущений. И так, на расстояниях, ну, или на энергиях ядерных, вот, вы будете, вы будете получать почти свободный квадрат. Вот. На больших расстояниях константа связи будет расти, ну, это приводит к константу. Только удержать, никого. Все, как бы, на самом деле, вот это связано просто с обратным поведением константа связи. С обратным знаком перед логарифмом. За счет неабельности калибрового щита. За счет того, что вот здесь возникает. Этот умножитель 33. Вот. Ну, и давайте еще рассмотрим чисто электродинамический эксперимент, который косвенно свидетельствует о дробном заряду кварков. Отлично. На самом деле, естественно, как бы... Ну, во-первых, сейчас кварки напрямую просто очень хорошо видят в нуклогах эксперименты по рассею. В общем, на всякой энергии электронов проводятся и просто напрямую видят кварки внутри нуклона. Аналогично тому, как крейзерфор. Видел ядро в атоме. Ну, а вот, так сказать, откуда знают про зарядку? Ну, вот давайте один из, вообще говоря, чисто электродинамических экспериментов давайте рассмотрим. Вот, можно рассмотреть полное сечение рассеяния электронов и позитронов при аннигиляции во всевозможные пары кварк-антикварк. Ну, берем это два пучка электронов и позитронов на встрече друг другу и смотрим за процессом их аннигиляции. Ясно, что они будут аннигилировать, рождать очень энергетичный гамма-квант, который будет из вакуума у вас выбрасывать всевозможные пары кварк-антикварк. При более низких энергиях у вас будут сначала из вакуума рождаться, в принципе, снова могут рождаться электроны и позитроны, и так чаще всего это происходит. Но могут рождаться мион-антимион, а могут рождаться кварк-антикварк, всевозможные причем по аромату. Если у вас вы достигли достаточной энергии, чтобы рождались достаточно тяжелый кварк. Давайте смотреть, во-первых, давайте сначала посмотрим, как будет выглядеть сечение растения, полное сечение растения, прям по-другому. Электрон-позитрон, мион-антимион. Данный процесс рассеяния, мионы всего в 200 раз тяжелее электроны и позитрона. Данный процесс рассеяния хорошо изучен. Из формул электродинамики его можно сосчитать, полное сечение рассеяния. Вот диаграмма, в принципе, она проведена. Вот видите, электрон и позитрон. А, позитрон, это электрон. Это все в обратную сторону по времени. Потому что стрелки так рисуем. Но на самом деле надо понимать, что это просто электрон двигающий сюда. А вот, значит, как бы, аннигилирует. А потом гамма-кван порождает пару мион-антимион. Диаграмма понятна какая. Все по правилам диаграммы техники считаем. Находим матричный элемент. По модулю в квадрате его. Получается следующий результат для рассеяния. Для полного сечения рассеяния. Вот такой вот, как бы, аккуратный комментарий к следующему результату. Вот таков. Вот смотрите. Вот формально мы получили заряд электрона. Здесь вверху. Вот здесь заряд миона, который равен заряду электрону. Вот. Вот. Мы получили матричный элемент Е в квадрате. А квадрат матричного элемента Е в четвертом. Понятно, да? А здесь в формуле Е в квадрате. Так вот, здесь стоит только квадрат заряда миона. Почему? Да по той простой причине, что, ну, вот, как бы, вот эта вот часть диаграммки, она не интересна. Вы руками добились, чтобы у вас столкнулись электрон с позитроном. Да? Поэтому процесс, как бы, ну, то есть вероятность вот самого вот этого столкновения, она вас не интересует. Поэтому все связанное с вероятностью, вероятностью аннигиляции электрона-позитрона просто отбрасывается из данной формулы. Вот. И остается только все, что связано с мионом. Именно поэтому вот Е в квадрате здесь, это квадрат заряда миона. Просто, иначе будет непонятна следующая форма. Вот. Нас в данном случае даже вот все остальное не интересует. Нас интересует только вот, что вот пропорционально квадратный зарядный частиц, который у нас получается. Сечение рассеи. Вот. Значит, ясно, что если вы будете смотреть, как бы, процесс, когда у вас аннигилировали электрон-позитрон, слоконавшись, вот как бы, будете смотреть за то, как у вас рождается пара кварка-антикварта. Вот с диаграммой то точно такая же будет. Просто вот здесь будет стоять не квадрат заряд миона, а будет стоять квадрат заряда квада. Поэтому, для любого типа кварка, сечение рассеяния электрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон. Давайте мерить заряд кварка в единицах заряда электрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон-позитрон. Вроде все правильно, в формуле 66 записано. И все вместе тут будет заряд в 65-м, да? Ну, и тут там еще, как бы, заряд, как бы, электронов, электронов. Но, как бы, они какие были, так и не остальные. Это не актуально. И вообще, чаще всего их отбрасывают по той, что здесь руками достигается, что они меня сталкиваются. Это неинтересная часть вероятности. Вот, значит, то есть, как бы, отношение сечения уже совершенно очевидно. Так как это было пропорционально заряду в квадрате, то здесь возникнет заряд в квадрате кварка, и умножитель троечка тоже понятно, почему возникнет. Вот. Ну, а теперь давайте, как бы, разные же кварки могут появиться. Случайно разные кварки могут появиться. Просто энергия в сталкивающихся электронах и позитронах, вот это Q в квадрате, это, ну, это, вот, импульс рассеяния, по сути дела, это есть просто две энергии, энергия на летающей частице, энергия, как бы, энергия, второй на летающей частице, то есть две энергии этих частиц, ну и в квадрате. Четыре, E в квадрате, где E это квадрат энергии в системе центра массы. Ну, понятно, в принципе. Вот, энергия должна быть достаточная, чтобы у вас кварки определенных ароматов. вот так, вот, сейчас, просто, чтобы надо самую первую игру еще раз раскрыть. Вот, вот, была перед глазами табличка, табличка, проще, да, можете в самое начало залезть. Вот, 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 табличка, вот, да, вот, две таблички разом видно. Второй зарядок кварков, во-вторых, во-вторых, значит, во-вторых, массы кварков. Вот, видите, U, D, вообще, M, жалкие. Вот, S, кварк, это уже сотня MF. Вот, как бы, а C, кварк, это уже 1000 MF. Вот, как бы, вот, и давайте смотреть. Итак, как бы, значит, если во всевозможные адроны, а кварк, антикварк появился, они потом соединились во всевозможные адроны, вот, значит, они либо попарно соединились внизу, либо по троечкам соединились в, как бы, Борион. Вот, значит, если полностью во всевозможные адроны, смотрим, какие адроны у нас получились, вот, значит, то тогда нам надо еще по всем ароматам кварка, по всему миру. Но только по таким, которые у нас могут в процессе эксперимента получиться. Зато у нас энергии хватило. А мы здесь говорим о энергии. А дальше будет видно. Суммируем по тем квартам, которые могут получиться. Троечку выносим. Здесь EQ в квадрате получится. Ну а значит можно ввести букву R, которая есть отношение к сечению рассеяния электрон-позитрон во всевозможные адроны. К сечению рассеяния электрон-позитрон во пару ньон-антимьон, которые хорошо изучат. И это отношение есть просто. 3 умножить на сумму по квартовым ароматам от EQ в квадрате. Это при кодах Лео Меркель, да? Да, 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 да. Вот смотрите. И R будет меняться с точками. Если вы можете, допустим, если вы рассмотрите электрон-позитроны таких энергий, что у вас могло родиться U, D и S. А меон все-таки в 200 раз тяжелее электрона, да? Значит, а электрон это 0,5 меф у него масса. Значит, это уже все равно сотни меф. То есть, если у вас мионы могут рождаться, то вот эти три квадрата тоже могут рождаться. Вот. Значит, что у нас будет происходить? Итак, заряд U у нас как бы две третьих. Заряд U плюс две третьих. Заряд D минус одна треть в квадрате. Потому что она одна треть. Заряд S как бы одна треть в квадрате. Нашли дворчик в квадрате. Если вы более энергетические электроны и позитроны сталкиваете так, что у вас может и кварк C образоваться. А это уже гав. Вот. То тогда у вас надо вот к этому добру добавить еще три умножить на две третьих квадрата. Вот. Получается десять трех. Заметно он будет отличается. Так. Ну и наконец, если вы еще и можете B родить. Вот. А это уже практически десяток гав. То тогда у вас еще к этому добру, который в предыдущем было еще три умножить снова на одну третьих квадрата. Получится одиннадцать трех. Еще одна третья квадрата. Да. Вот. Ну и действительно эксперимент полностью это делает и подтверждает. Вот. То есть значение R равное 2 наблюдается при Q меньше 3,7 гав. Вот. Вот. Ниже порога рождения C частиц. Ну а при Q больше десяти гав у вас, когда у вас могут рождаться и B частички, у вас R равное 3. На самом деле это вот косвенный эксперимент, из которого в принципе можно понять, что заряды квадратов дробных. А в середине 10 третьих. Ну и 10 третьих тоже наблюдается. Вот так просто. Вот. В середине наблюдается 10 третьих. Ну вот. То есть в этом отношении все нормально. То есть вот как бы, ну что вы можете сказать, откуда собственно говоря известно что заряды дробных у квадратов таких явно выделить нельзя. Вот. Ну там. Там есть определенные сгустки внутри муклонов. Ну вот просто в прямую видно эксперименты по рассеянию. Вот. Вот. Ну вот. В прямую видно. Вот. Почти как вот в электронном микроскопе видно все. Вот. Точно также как и RieserFork. Вот. В прямую видел вот что есть это компактное ядро внутри атома. Вот. Значит. То вот по зарядам. Это отдельно просто определять. Вот. Вещи возможны косвенные способы эксперимента. Опять таки сейчас по высокого энергетическим электронам. Ну там есть куча всяких вещей. Когда вы можете более аккуратно определять заряды. Но опять это набор вот таких достаточно косвенных электродинамических экспериментов. Ну вот. Все. Ну еще собственно говоря давайте мы сегодня с вами закончим. Вот. Я думаю что в следующий раз я закончу главу 8. И тогда у нас останется на самом деле суммарно 3. Тогда получается занятие. То есть в следующий раз я надеюсь что я закончу главу 8. Вот. Ну а потом сразу перейду в главе 12. И там суммарно 2 занятия. По той главе которую вы мне потом будете рассказывать. Там всего-то жалкие 28 страниц в книжке. Ну не помню уже сколько страниц здесь. Вот. Ну как показывает практика. Рассказать это в одно занятие. Ну можно конечно. Но как бы это студенты это говорят. Обычно на середине примерно все. Дальше типа уже не лезет. Вот. Всегда разбивается на 2. Вот. Ну и как бы все. Потом если есть желание я могу рассказать. Ну вот. Во-первых. Ты-то ведь в прошлый раз ходил на это самое. На функциональные методы квантовой теории поля. Вот. Ну могу рассказать. Вот. Ну по крайней мере. На уровне. На уровне вот таком. Негативистом. Вот. Как называются функциональные интегралы. Вот. Вот. А могу если не интересно не рассказывать. Так как ну как бы на курс это особо не сказывается. Собственно говоря в курсе квантовой теории поля. Это нужно для того чтобы суметь рассказать как квантуется неабелево-калибровочные поля. Но уже тьму лет мы до этого не доходим. Естественно. И нынче я в любом случае до этого бы не дошел. Вот. Ну это надо.